Если бы не было колыбельных песен, может, не было бы на свете и других песен, была бы бесцветняя жизнь людей, совершилась бы меньше подвигов, было бы в жизни меньше поэзии. Матери самые первоначальные поэты, они зароняют зернышко в души своих сыновей и дочерей, а потом уже из этих зернышек вырастают и расцветают цветы. Самые трудные, тягостные, страшные часы своей жизни вспоминают потом мужчины колыбельные песни. Одному робкому воину Хаджи Мурад сказал, наверное, мать не пела от тобой колыбелью. Когда же сам Хаджи Мурад изменил Шамилю и ушел к его врагам, Шамиль презрительно обронил. Он забыл колыбельную песню матери. А колыбельная песня у матери была такая. Послушай песенку мою с улыбкой на лице, о храбреце тебе спою, о горном храбреце. Носил он саблю на боку, достоинство храня, в седло он прыгал на скаку и усмирял коня. Границы он пересекал, как горная река, хребет в горе перерубал, как он молния и клинка. Столетний дуб одной рукой он смог согнуть кольцом. Да будешь ты, орленок мой, таким же храбрецом. Мать смотрела на улыбающегося личика и верила слова своей песни. И не знала, какие испытания жил впереди его сына Хаджи Мурада. Узнав, что Хаджи Мурад покинул Шамиля и ушел к его врагам, мать спела другую песню. Ты в пропасть прыгал с утесов и скал, любой не страшай с высоты. Из бездны, в которую нынче упал, уже не воротишься ты. Из дерзких набегок родным горам спешил ты среди темноты. Но сам, как добычу достался врагам, домой не воротишься ты. Черные мои материнские дни, они горькие и пустые. Из крепких железных когтей западни, домой не воротишься ты. И мама презрел, и царя ты презрел, и было бы все пропал беды. Но ты еще горы родные презрел, домой не воротишься ты. Хаджи Мурад, как известно, пытался потом уйти от русских и снова вернуться к своим. Но во время побега его настигло, и он был убит. Мертвому Хаджи Мурату отсекли голову, когда в горах появилась еще одна песня матери. Размахнулись, и нет головы на плечах. Только это пустая молва. На военных советах и в жарких боях так нужна нам его голова. У дороги забыт об изглавленный прах. Только слухи о том не верны. В опаленных войной осажденных горах его плечи и руки нужны. Вы спросите у сабель и острых ножей, жив или умер на Ипшамиля? Разве порхом скалы не пахнут уже, и вокруг не дымится земля? Его имя летело орлом бушину, под конец потускнело оно. Саблы выпрямят жизни его кривизну и очисят позора пятно.